Вахе Гуру Вахе Гуру Вахе Гуру Вахе Гуру Вахе Гуру Вахе Гуру У кого есть вопросы можете задавать Вахе Гуру Расскажите про Йога Нидра и как можно сделать И что? Как можно сделать Женчан Что ты говоришь о Йога Нидра и как можно сделать и как можно сделать и как можно сделать Йога Нидра очень Йога Нидра это очень разнообразно Это не нормальный сон Нормальный сон каждый день всю жизнь И Йога Нидра приходит когда ты идешь в медитацию то есть что вы идете глубже в медитацию то есть первое когда вы начинаете делать медитацию первое когда вы начинаете делать медитацию первое работа происходит в вашем физическом теле это тело очищается становится чистым Много вещей подавлено, много заболеваний, много энергии блокировано. Это происходит в медитации, в физическом теле. В первую очередь медитация происходит работа с физическим телом. Потом вы начинаете двигаться в эмоции. Потом ваши эмоции очищаются. У вас есть негативные эмоции. Негативные эмоции означают негативные эмоции, привязанность, грязь, жадность. Это все это негативные эмоции. И у всех это есть. Меньше или больше. Другая работа происходит в эмоции. И первый тело, и второй тело — это эмоциональный тело. И этот эмоциональный тело очень большой. Большое, почти как в небе. Оно вот просто до небес. И это ваше бессознательное. И это ваше бессознательное. Основная работа в медитации — это очистка эмоций. Если твои эмоции не очистятся, вы не можете сидеть. Если ваши эмоции не очищены, вы не можете сидеть. Не можете сидеть в медитации, не можете наслаждаться тишиной. Первое. Второе. Второе — это огромное работа происходит в эмоциях. Первое — это очистить ваши эмоции. И 80% работы — это очищение эмоций. Если твои эмоции не очистятся, то медитация — это очень легко. Теперь вы можете сидеть. Вы можете наслаждаться сидением. Если эмоции не очистятся, то сидеть в тишине — это очень сложно. Потому что эмоции не очень сложно. И когда твои эмоции очистятся, вы начнете в медитации и в йога-нидру. Тогда вы начинаете двигаться в медитацию и начинаете двигаться в йога-нидру. И это третья стадия. Третья стадия медитации. Первая стадия — это очистка физического тела. Вторая стадия — это очистка эмоционального тела. И третья стадия — это очистка эмоционального тела. И теперь вы начинаете чувствовать энергию. Вы начинаете чувствовать энергию. Вы начинаете улавливать вибрации, начинаете чувствовать энергетические потоки. И как ваша мозг очистилась, ваша мозг будет чистой. И так же, как ваша мозг будет чистой, вы видите, вы смотрит и смотрит и смотрит их. И все эти очистки эмоционального тела становятся осознанностью, становятся тишиной. А теперь вы начинаете наслаждаться тишиной. И теперь здесь ваш сновиденький. Сновиденький и очень глубокий, очень меньше мечтаний, почти нет сновидений. Теперь вы приходите больше к вашему центру. И как вы приходите больше к центру, ваш сновиденький. И весь день вы почти в медитации. Просто чувствуете, что в один раз. В течение дня вы просто находитесь в потоке в медитационном, и этот поток не прекращается. Когда вы в день, весь день чувствуете медитацию, то тогда в течение дня, в течение дня, в этом потоке в медитационном, то медитация ваша проникает в ваш сон. Когда ваша осознанность проникает в ваш сон, вы чувствуете, что вы и спите, но и вы бодрствуете. Что-то в бодрствуете в веке. Теперь ваша осознанность проникает в ваш сон. Это еще не настоящая пробуждение. Минт проникает в ваш сон. Минт проникает в ваш сон. Минт проникает в ваш сон. Какая-то часть ума становится светом по мере наблюдения. И потом спрашивает очень глубокий сон, почти без сновидений, и так вы приходите ближе к вашему центру. Это не значит, что вы достигаете центра, вы касаетесь его. И вот вы начинаете вот так вот двигаться, подходите к вашему центру, касаетесь его, потом снова на периферию, потом снова подходите на периферию. И вот здесь сон называется йога нидра, медитативный сон. И это сон называется йога нидра, очень медитативный сон. И вот здесь медитация очень хорошая. Так что вы любите сидеть 1-2 часа, очень хорошо. Очень любите, очень меньше. И вы наслаждаетесь тогда, и очень мало мыслей в вас в медитации, почти нет мыслей. И вот можно очень долго пребывать в этом пространстве, год, два, пять лет, просто быть в медитации и погружаться в это пространство. И вот однажды вот происходит йога нидра, медитация и однажды вы просто уходите в ваш центр. И это и есть просветление. И после просветления всегда есть йога нидра. После просветления внутри вас всегда есть йога нидра. Вы очень глубоко спите, нет мыслей, нет мыслей, тотально в центре. Но вот до просветления еще наступают такие пробные йога нидры, она вот приходит. И каждый искатель, каждый медитатель придет в это. Сначала он чистит его тело, второе, он чистит его эмоциональное тело, и третье, он чистит его энергетическое тело. И как твоя энергия будет очевидна, энергия будет очевидна, и умение будет меньше, тогда твоя слева будет изменена, и начнет йога нидра. По мере очищения вот этих тел будет происходить йога нидра. И вот эти три вещи, у вас также есть три центра в вашем теле. Первое – это ум, сердце и живот. И когда твоя энергия работает в уме, то физическое тело работает. И когда ваша энергия работает в уме, то физическое тело работает. Когда твоя энергия приходит в сердце, то эмоции начинают чувствовать хорошо. И когда это очевидно, сердце очевидно, чувства очевидны, то чувствуют позитивные, тогда вы идете более глубокий в тело. В тело, там начинается тишина. Потом вы приходите в тело, очень тихо, очень спокойно, очень осознанно, очень медитативно. И вот вы приходите в живот, и там очень много тишины, очень много осознанности. И в этом пространстве ваш сон превращается в йога нидра. Очень медитативно, очень медитативно, расслабленный сон. И тогда, когда эти три центра очевидны, в твоем сердце, сердце и сердце, энергия движется в этих три центрах, работая. И тогда, вдруг, один день, когда эти три центра должны быть в порядке. ум, сердце и живот. И когда эти три центра становятся очищены, ум, сердце и живот. И когда эти три центра становятся очевидны, тогда ваша энергия приходит в циркуле, красиво. И когда эти три центра очищены, то энергия приходит в к Böyleцелу. И тогда вы очень много наслаждаетесь. И очень радостью. И когда этот три центра, светлый, сновидно вы выходите от тела. И когда эти три центра очевидны, вы выходите за пределы тела. И это, когда это вне тела, вы выходите от тела, что вы удалось в центре. И вот это вот вне тела и есть выход в ваш центр. И это называется форта. Форта — это просветление, центр. Три центра у вас есть внутри, но настоящий центр — он снаружи. Тогда вы всегда живете вне тела. Энергия в гармонии, очень хорошая ощущение, прекрасно чувствуете. И все искатели, они рано или поздно приходят в это состояние йога-нидры. И вот после йога-нидры, вы идете в центр, становитесь тотально центрированным. Хорошо? Я хочу узнать, можно ли поговорить о семь сакра и семь боди? Какие функции и как мы можем, один по один, расти? Вот вопрос о седьмой чакре и о седьмом теле и как мы можем постепенно срастить это? Четыре тела, четыре, вторую, вторую, третью, четвертую чакру и тела, их можно ощутить в теле. И вот все двигаются вот с первой по четвертую чакру. И вот не только медитаты и искатели двигаются с первой по четвертую, даже те, кто не осознанно и не думают о просветлении, они тоже двигаются с первой по четвертой. Но когда вы идете в медитацию, то вы больше начинаете жить в четвертой, третьей чакре. И пятая, шестая и седьмая чакра, они вне тела находятся. Это вы не можете чувствовать, как это происходит, как это происходит. Итак, вторая чакра, она соединена с пятой чакрой. И вторая чакра, она соединена с пятой. И вот по мере очищения ваших эмоций, энергия идет в пятое тело и становится позитивной. И третья чакра, энергия, она соединена с шестой, с космической. И вот по мере очищения третьей чакры, ваша аура становится цельной, но вы не знаете, что это и как это происходит. И четвертая чакра соединена с седьмой. И вот по мере очищения вашей четвертой чакры, как она наполняется светом, то эта энергия устремляется в седьмую чакру. Когда ваша энергия в пятой, шестой и седьмой чакры, вы еще не знаете этого. Потому что вы все еще в теле. И вот однажды, когда вы полностью готовы, но вы еще не чувствуете этого, вы не знаете, сколько у вас энергии в пятом, шестом и седьмом теле. И однажды вы выходите за пределы четвертого тела. И вот из четвертого тела вы можете пойти в пятую, шестой или седьмой тело. Это зависит от того, сколько у вас энергии. Вы можете прыгнуть в пятую или шестую, или сразу в седьмую запрыгнуть. Это зависит от того, сколько у вас энергии. Но четвертая чакра это как вот такой подход для прыгания. Слышно, слышно, слышно. Вы приходите в четвертую чакру и будьте готовы к прыжку. И вот вы приходите в четвертую чакру и будьте готовы к прыжку. И когда медитатель тотально приходит в четвертое тело, Он сидит и вот четвертое тело его полностью пропустено. И вот он наполнен светом и начинает смотреть очень много вот сюда. И вот первая, вторая, третья центра они внизу и они тотально принадлежат миру. И вот как только вы приходите в четвертое тело, И вот вы остаетесь там, И вот вы остаетесь там, И вот когда вы остаетесь там, И вот по мере того, как долго вы остаетесь в четвертом теле, Вы со временем вот перестает, Не можете уже вернуться в первую, вторую, третью. Например, если вы идете в бассейн, Вы просто идете и идете на прыжке. И что-то, когда люди и выходят первый раз, И вот кто-то идет первый раз, И вот пальцы очень горог couples прыгать на бассейн. И вот получилось что-то если вам было нужно, И подходит поверхность, И напишите, И снова возвращается к лестнице. Есть степень, и снова возвращается к лестнице. Что-то приходит в первый раз. Подходит в краю, смотрит и очень пугает. И опять спускается по лестнице. Так что эта лестничная поляка была вторая. И эта степень в первую очередь. А эта лестница в первую очередь. Вы можете вернуться в третью, вторую, первую. И вы должны смотреть, чтобы прыгать. Вы должны быть готовы к прыжке. Этот спирт очень маленький, может быть, 10-15 фитов. И этот плавательный бассейн, он очень маленький, может быть, 10-15 фитов. И когда вы действительно приходите в четвертое тело, на эту вышку для прыжков. И в четвертое прыжка, как вы сидите в середине неба. И когда вы посмотрите, ничего нет, просто абейс, 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 большая абейс. Абейс, берега. Абейс, берега. И вы смотрите, как будто ничего нет, только пустота и высота. Как вот если бы вы пошли на какую-то борт. И посмотрели бы вниз. И вот посмотрели бы вниз. И в борт вы можете видеть, очень глубокие, 100 фитов, 200 фитов, 500 фитов. Вы не можете даже оценить, сколько до долины, высоты. 100, 200, 300. А вам нужно прыгать туда. И вы сидите на платформе для прыжков и смотрите вниз. И вы думаете, я не могу прыгнуть, я просто закончу. Даже в начале очень сложно. Даже когда вы идете на плеве, смотря вниз. Очень страшно. Вначале даже сложно подойти туда и взглянуть даже. И вот пик этой горы, это и есть вот эта вот платформа для прыжков. Многие раз originally произошло. Многие разheim вы едете, соответствует, просит дед, Service of the mountain, you want to finish. И очень часто происходит, приходите туда, садитесь, и хотите прыгнуть, хотите закончиться. И, конечно, в ней, начинают вы идти, и, вновленно, большой фарг, И вот вы однажды приходите туда, и тут приходит большой туман. Даже если вы не можете видеть 5 футов, вы не знаете, что после 5 футов будет. Где земля, где долина, вы вообще не видите этого. И вот вы сидите там, очень боитесь, что делать, я ничего не могу сделать. И вот когда этот туман приходит, вы даже не можете спуститься на землю. И вот даже первая, вторая, третья... И теперь вам нужно сидеть на этой ступени. Вы не можете никуда не можете увидеть. Мир закончился, все закончилось. И вот вы не можете спуститься на землю. И вот вы сидите, день, два, три месяца сидите. И что делать? Однажды берете и прыгаете. И вот как только вы прыгнули в эту долину, вы закончились. Вы просто идете в туман и не знаете, куда идете. Это как вы делаете медитацию, это просто радость. Вы еще не пришли, вы не знаете, что это. Вы еще не пришли к этой точке, вы не знаете, что такое прыгать в океан. Здесь вы еще наслаждаетесь своей жизнью. Вы не готовы, чтобы закончить. Когда это придет, вы пойдете на прыжку и не сможете вернуться, только в общество, только закончить, ничего. Когда это произойдет, вы придете на прыжку для прыжков и будет только один путь. Когда вы прыгаете, вы не знаете, что вы достигаете 5 или 6, или 7, это зависит от того, насколько много у вас силы есть. И этот четвертый тело, когда вы приходите, это саттва. И вот четвертое тело, когда вы приходите, это саттва. Вы очень балансированы, спокойные, гармоничные. Внутри все у вас спокойно, нет много мысли. И зависит от того, как много энергии есть, вы прыгаете на 5-6 или 7-7. И зависит от того, сколько у вас есть энергии, вы прыгаете на 5-7. Так же, сколько у вас есть энергии. И это вот острая столь. Думаю, куда ты выходишь, сколько ты прыгаешь, как много скребета. Вы не знаете, что там в завтра и что у вас появится. И когда вы возвращаетесь в ум, то вы уже можете понимать, что вы видели, где вы были. И все знания изливаются на вас. Это нормально, сейчас, когда четвертое тело придет, когда четвертое тело придет, и вы не можете вернуться, тогда вы знаете, что это медитация. Когда вы скажете, что я думаю, что медитация очень хорошая, очень радостная. И сейчас, когда вы стоите на прыжке, вы не можете вернуться назад. Как сейчас, вы вверху, но вы всегда, каждый день, вернете. Хорошо, прыгай, 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 прыгай. Если вы словно касаетесь этой прыжки, но вы можете вернуться назад. Когда вы остаетесь на этой вершине, все ваши желания, все ваши интересы, об этом мире, все все закончено. Ничего. Я просто хочу закончить. Ничего. Как долго вы остаетесь на этой вершине для прыжков, все ваши желания заканчиваются, все привязанности завершаются. И потом, enlightenment. Enlightenment means, don't think enlightenment means something. You're thinking enlightenment is something, some very good, very nice, very beautiful. Enlightenment means, finish everything, you are not, no more, nothing. No anything, and no anybody there, no any feeler there, no anybody there, no anybody there, no anybody there, just emptiness, just emptiness. This emptiness, mind is finished. Then you come back in fourth, come back, touching forth, then you'll be joyful, and then when you go alone, totally silent, relax, nothing. And in this nothingness is real, real rest. This is not rest, you go in your room, close your eyes, lying in bed, but mind is continuous. Till mind is there, no rest. you go, lying in your bed, close your eyes, don't know four hours, three hours, seven hours, no any worse inside. Absolutely blank. When you come back to the room, close your eyes, and even you don't know how long it was, four, five, seven hours, you go, you go in your center. You go in your center. In center, no any feelings, no any thoughts, no any thoughts, no any thoughts, no any feelings, there is absolute, nothing, silent. there is absolute nothing, there is silence. This is happening, but five, six, seven, you don't know what happening, how happening. It's preparation, underground preparation. And this is the preparation to the fifth, sixth, seventh, You don't know where you will come. Okay. Sampashi, but what happens when you jump? what happens with the body? Does the body also change? Like the consciousness? Or the body stays the same? Or the body will have different needs? First thing. When you jump, you die. You die. You leave body. You leave body. Body looks like a dead body. You say yes, okay, finish, I'm gone in space, gone in light. You are died, dead, finished. Don't be finished. Many, many times you died, body died, many lives you died. But you never know your body is dead. And in this way, meditation, when you jump in space, jumping in enlightenment, then you know, my body is there. you will see also, like everybody sees. Just now, she is lying, suddenly she is dead. And we all know, she is dead. The body is finished, know anything, nothing, everything, everything. We all know, ah this, she is dead. We all know, and also, she will know us. Она тоже будет видеть это снаружи. И это умирание ума. Обычная смерть — это просто тело умирает. Но в нормальной смерти ум не умирает. Эго не заканчивается. И ум не умирает, и он не умирает. И он не умирает, и он не умирает. И ум не остается, и он берет в следующую рождение, и приходит в следующую жизнь. И в освещение — вы тоже умираете. И ум не умирает. И ум не умирает. И ум не умирает, и все заканчивается. И вы исчезли, вы в освещении, и вы стали в освещении. Вы растворяете в пространстве, и становитесь этим пространством. И вот даже этот вопрос, он заканчивается, что будет? Тело заканчивается, ум заканчивается, и спросить некому это... Это не важно, потому что это все закончилось. Что бы я ни делал, это закончилось, но вы все. Вы все, вы свидетельцы. И вы видите тело, и если она умерла, то что мы делаем? Мы просто берем ее, кладем вверх, ставим в деревья, ставим тело на деревья и на фар. Это все, что мы смотрим, и она тоже смотрит. И она тоже знает, что это все. И она тоже знает, что это все. И тогда это все, что она уже закончилась. И она тоже, как она занимается. И вот ум тоже вот так, он заканчивается. И не важно, что будет происходить после этого. Более будет изменен, или тело будет хорошо. У вас не вернетесь. И это произошло, после просыпления, кто-то вернет. Но бывает и такое, что после просветления кто-то возвращается. И это существование. Если существование нравится этот тело, и он хочет работать через это тело. И он другой человек. Он не человек. Этот человек закончился. И он Бог. Он существование. И то, что бы он ни сказал, это говорит существование. Что бы он ни делал, это делает существование. Минь закончился. Эго закончился. Персоналия закончился. Только существование. Это совершенно иное. И также, если кто-то возвращается, это что вы не хотите. Вы хотите или не хотите? Нет. Мы-тое. Вы ходите опять, опять, в дураке. Нашupunек, опять снова научился и снова в sellers. Это, по воле существования, происходит новое рождение. Мой раскuésчив krise. Я лежу нетハDE. С утра, первый ночой, я получу меня. В первое утро, я вот. Здесь есть, например, один из-за силенского камп. 15 людей делали випасану, випасану, випасану. И вот там был камп, 15 людей целыми днями делали випасану, молчание. И вот там был камп, 15 людей делали випасану, молчание. И у нас вот был камп... Around 7-8 дня. И вот где-то 7-8. Я встал в утром. И вот в большом саду мы все спали под деревом. И вот утром проснулся, сходил в туалет. И вот утром проснулся, сходил в туалет. А потом прогулялся немного. И вот я прогулялся, сходил в деревню. И вот я прогулялся, сходил в деревню. Вот такой вот, просто выживания сегодня это мой последний день, сегодня я умер. Я закончился. Очень сильный. У меня немного я уже стал crying. И очень благодарна. Очень благодарна для мира. Если я сделал ничего плохого, у кого-то что-то что-то в нас, хей выкат или обижали, то пожалуйста, поссормируйте мне. Пожалуйста, простите меня, сегодня мой последний день. Завтрашний день я уже не увижу, я закончил. И вот это как будто все существование говорило мне через весь мир, сегодня твой последний день. И я пришел назад, и вот лег на свою кровать под деревом. Немного поеду и лег. А все делали медитацию. У нас был холл вот как этот. А я лег и сказал, ну все, теперь я жду смерти. Люди ходили на медитацию, на обед, а я просто лежал. И вот люди ходили на медитацию, на обед, а я вот просто лежал. И вот с 7 утра до 7 вечера я лежал неподвижно, как мертвый. И вот с 7 вечера они делали медитацию, и они тоже делали дискорз. И я слушал, и он делал медитацию о смерти. И вот вечером уже они делали медитацию о смерти. И вот вечером уже они делали медитацию о смерти. И он тоже слушал, это был о смерти. И я лежал, но я слушал. И вот внезапно что-то произошло, вот большой вот взрыв. Но перед этим, я просто исчез, я просто не мог слушать. И мой тело совершенно другой, и тело становилось другим. И тело изменилось, и оно стало другим. И я был большой двор, как будто руки, полный тело. И вот тело как будто изменилось полностью. И тогда большое взрыв произошло, и я иду. И там был просто свет, свет, и я сказал, да, все, конец, я растворяю что-то. И вот в этой смерти я был тотально в наблюдении, свидетельствовал. Может быть 30 минут, может 40 минут, может быть час. И что-то случилось, и я снова вернулся. И я снова чувствовал тело. И тогда внутри меня произошло. Большое взрыв произошло. Большое взрыв, большой возглас произошел, я вселенная, я есть вселенная. И этот человек закончился, и вселенная началась. И вот начались изливаться знания, видения, очень многое началось. Это зависит от существования. Если оно выберет ваше тело, чтобы снова вернуться, то есть, когда человек, его сознание, его сознание закончилось. Но новое начало, и это совершенно разнообразно. Это и есть просветление. Никто не знает, после просветления вы вернетесь или нет. Никто не знает, после просветления вы вернетесь или нет. И я вам скажу еще одну вещь. Если вы хотите, после просветления, вы хотите вернуться в тело, то просветление не случится. Не думайте о просветлении, вы живете и вы просветлены. Вы не будете. Если вы вернете, то вы не будете. Это существование. Даже если тело вбудет, то это уже будет теневое. Это будет существовать. Whatever you feel, this life, past life, all your unconscious, that is finished. Все, что вы чувствуете, все ваши прошлые жизни, все это заканчивается. That will be gone. So enlightenment, if you want, first thing, be ready to die. Be ready to die. Be ready to die. Don't want to die. Don't want to die. Who wants enlightenment? Who wants enlightenment? Who are ready to... This moment I finish, so finish. Very good. Will be very good. And in this 4-5 hand who is putting, really is not. Also not really want. Maybe one really. As 4-5, when time coming, like I said, when you are coming in jumping boat, and your own steps is finished, you say, please send me back in my home. I want my family, I want my house, I want my life. I don't want to die. And really, when you see, that you want to run away. Very afraid. Why not to go back? No, no. Finish enlightenment. I don't want. But it's okay. If you go, do meditation, be with Master, anyhow, one day he will bring you here. In jumping boat. You have to come. Only this will happen. Until that moment is not coming, you have to come in jumping boat and jump. I say, enjoy the life. Because if you consciously going in spiritual, you have to come here. You will come here, you will die also. If existence send you back after die, come back, then body will be very beautiful. More and more. Like not body beautiful. Body getting nectar. Body getting divine energy going in every cell. Body getting very soft, very beautiful. Body also gets beautiful. Mostly, you see, for Master, their body is very glorious. Face is very shining. Face is very different. Even if they go in normal road, everybody look, ah, something is different. Not normal man. Because divineness within, totally divineness. Totally nectar. So now nectar is not getting nectar. Body getting nectar. Because him always energy, awareness, showering on him. All the time. This body becomes thankful. Very, very grateful. We are very thankful, grateful. But body getting also. And even the body becomes good. Very good. But you don't know, come back or not come back. This is the kind of non-existent. The body becomes beautiful. It depends on the existence of the body. If he likes your body. If he chooses your body. If he chooses his body to send message. If he chooses his body to send message, each message. Then he comes back. So you, on you, depending on you, nothing. You will finish. Marore jogi maro. One master was Gorak. Gorak Nath. He sang it. Marore jogi maro. Maro means die. Jogi means sheikas. So he said to hey, seeker, die, die, die. He said to hey, seeker, die, die. He said to hey, seeker, die, die, die. Marore jogi maro maranha mitha. Maranha mitha. This death is very sweet. Very joyful. Very beautiful. Very beautiful. Very lovely. So he said hey, seeker, hey, meditator. Die, die. This death is very sweet. Very joyful. Very lightful. If you do, die consciously. Then he said jizmarni gorak maro. He said this death, which death? As Gorak died. He said to him about himself. He died this death. He died this death. He died this death. He said to him about himself. This mani, Krishna maro did. As Krishna died. As Shiva died. As Shiva died. As Buddha died. As Shiva died. As Shiva died. As Buddha died. As Shiva died. This death is immortal. Then you never come back. And come back is different, its existence, not personality. И если и возвращается, то это уже существование, не личность. Как вот, все есть там. Мир в этой смерти, Мару Ри Чоги, Мару Маранхами. Мир, мир, мир. Очень красивая смерть. Это смерть. Это правда. Это смерть. Все проблемы заканчиваются. Все проблемы заканчиваются. Nope is there to be problem. No mind. Mind is finished, problem is finished. Nobody is there. What existence wants you to go here. Sit here. Вот так, как воздух, как птица. Птица не знает, что делать в следующий момент. Посмотрите на собаку. Если она сидит, мы все сидим. Может быть, одна собака может прийти и сесть. Сдно, она просыпается, и идет туда-то. Он начинает лаять. Не знает, что она будет делать. У нее нет ума. Будда живет, куда течет энергия, куда течет существование. Это жизнь. Это жизнь. Вы знаете жизнь, и вы наслаждает жизнь. С мозга, с эго, у вас есть жизнь, но вы не наслаждаетесь. Вы не знаете, как вы наслаждаетесь. Реально прийти, когда у вас нет ума, нет ума, нет ума. Просто прийти. Никаких проблем, никаких проблем. Никаких идей. Никаких планов, никаких планов. Что-то случилось. Планы приходят. Планы приходят. Что случилось? Чем меньше ума, тем больше наслаждение начинается в жизни. И вот у вас какие-то вы делаете планы. Если они случаются, то хорошо. Они случаются, то хорошо. Это очень хорошая жизнь. И вот это лучшая жизнь. Когда вы можете не думать, не планировать и жить, это очень хорошо. Моя сознание скажет, почему мы живем? Что это значит? Это реальное значение. Ум не имеет значение, то есть жить. Ум скажет, какой смысл в таком... Можете не вы все расходить, не брать攻, найти в целом и gry protein, и потом п показ Source Сk fineдрвы. Да, ничего стихи willalam. Những такой стихи мист GOODнceuть. На día же оказалось, хотя бы ты... Хhamу вам не встречаются, с которым появитесь, я вас с тобой зову. На каждом месте готов? И ежайす. И вот куда бы вы не пошли, что бы ни происходило вокруг вас, вы просто наслаждаетесь этим происходящим. Сидите в трансе настоящего часа сидите в крамвае и наслаждайтесь. сидите в офисе и наслаждайтесь. сидите в офисе и наслаждайтесь. сидите дома тоже наслаждайтесь. где бы вы не были. sadness finished forever. pain finished forever. pain finished forever. не any pain. mind, ego, finished, pain finished. if you want to finish your pain, if you want to enjoy your life, Закончите свою боль, хотите наслаждаться в своей жизни. Закончите вашего искателя. И тогда останется только свет и любовь. Очень близко. Очень блаженное состояние. Прежде всего, я говорил, как есть enlightenment. Я прыгаю в небес. Но после этого. Если вы прыгаете в небес, вы просто не знаете, куда идете. И когда вы прыгаете туда, то вы просто течете с потоком. Вы становитесь всего. Я говорю, что enlightenment очень красиво. И если вы придете ближе к нему, то вы будете рады. И я скажу, что просветление это очень прекрасное. И чем ближе вы к нему, тем больше у вас радость. Большая боль только в эмоциональном теле. Это очень больно. Ревность. Гнев. Привязанность. Контроль, использование. Все эти игры ума. И когда он нравится, то быть в небе. Вот когда ты че играешься, он очень сильный. Он говорит, что сейчас как раз. Это очень круто. Я буду русским. И как раздражается. Вместе с невомом. Когда у вас много». Я люблю. Я люблю. Он может быть верны. Он может быть в любви. Он начинает растворяться. Сегодня основная вещь это умри. Умри искатель, умри. Кто может, но я говорю, что умри, но сначала вы живете в жизни. Если вы живете в хорошем жизни, то вы умрете. Если вы живете в хорошем жизни, то, конечно, когда увидите. Вовремя для нового места. Развитись, что тоже новая вещь. Если вы если어�ете было совершенно pazrat해 с тобой, то-年 пр 축ор. Я уверен, что когда один говорит момент, то в событии lleg PATR, И если вы наполнены светом, тогда смерть приходит, и вы говорите, «Да, я готовлю туда». «Я очень много, я полностью наполнен, у меня все есть». «Я видел этот мир, и теперь я хочу увидеть тот мир». И если вы готовы туда, то смерть не будет. Эта смерть будет не смерть, это будет не смерть. Медикатия говорит вам, вы научитесь, жить на жизнь joyfully, gratefully, любовь. И когда смерть приходит, если вы живете на жизнь, хорошо, хорошо, хорошо. Вы не знаете, что вдруг вы сидите, и это последнее сидение. Если вы спите, это последнее сидение. Многие разы уйти, когда они сидят, не спинят, не спинят. Очень велик, просто сидят. не спинят. Некоторые разы уйти. Некоторые разы уйти. Они уходили в очень высокое пространство. Некоторые разы уйти. Очень хорошо уйти. в Испать. И очень хорошо уйти. Вы просто сидите, нет ума, нет мыслей. Не смешиваясь. Господь, ушли в это пространство. В сиденье может случиться, в работе может случиться, в любом случае может случиться. Хорошо, в следующем 2 дня нет сасанг, в следующем 2 дня не будет сасанга, в следующем 2 дня не будет сасанга. Вы можете раздражаться, с радостью, с радостью. Кто хочет поехать куда-то, посмотреть Гова, путешествовать, насладиться чем-нибудь. Вы можете поехать. Каждый день, саданка, это скучно, неправда ли? Два дня перерыва, да? Я тоже хочу поехать. Может быть, сегодня-завтра-может, поеду куда-нибудь. Путешествую немного. Путешествую немного. Два дня, саданка. Вы можете расслабиться. Когда работают, нужно праздник, все-в'S, два вечера. Я потребую вас. Когда работают люди, то есть? Каждый день, Rico, Удачи в саданке. До работы. Пусть и таранка. То есть, кое-как-какка. Чтобы ходить, то нужно будет в Саданке. Так что значит, у меня я работаю каждый день, Два часа с тобой, спать, сидеть, и два дня вечера. Вдруг я утром, где-то я утром. Вдруг я утром, может быть, я ловлю, ловлю. Может быть, я утром в 11 часов, не волнуйся, не смотрю на себя, не смотрю на себя. Если у тебя есть работа, не нужно, если у тебя есть работа, Кто-то работает в компании, кто-то рабочая, мои работы —别 в том, чтобы быть мастером. Но эта работа — это мою страшную работа… Вытаскивает ваши вещи наружу, вытаскивает ваши вещи наружу. И когда ваши вещи выходят, ваша вредность не выходит. Многие разумы с Мастером, почему вы делаете это с меня? Почему я не так хорошо? Почему я должен быть хорошо? Я с тобой, и ты должен сделать так, чтобы мне было хорошо. Но это ваши вещи выходят. И когда все эти вещи выходят, они очищаются, и приходит Любовь. Мастер, работа Мастера, она просто ужасна. Вы любите спать. Если у вас не нужно работать, вы хотите спать 2-3 часа, до 11 часов. Вы даже не спали, но ложись. Я люблю ложись. Нет, что нужно делать, не надо ничего делать. Можно расслабить, можно расслабить. Нет работы, никакого работы. И Мастер, приносит, вылезает. Удох. Нет. Нет. Потом, как раз, открылась дверь, входит в дверь. И вот он приходит и открывает дверь. Он говорит, просыпайся, просыпайся, вот стоит там. Он говорит, нет, пожалуйста, не... Нет, не надо. Он говорит, если ты не проснешься, я возьму воду и бросаю. Он говорит, если ты сейчас не проснешься, я вот выливаю на тебя в воду. Как вы знаете, он будет возьмем воду. И вот вы знаете, что, ой, он уже пошел за водой. Вы накрываетесь просто с головой одеялом. Нет, не надо. И он срывает с вас одеяло. Нет, вы говорите, нет, уходи, я не хочу просыпаться. И вы говорите, нет, уходи, я не хочу просыпаться. Он делает свою работу. Но вот он продолжает делать свою работу. И он смотрит, что вы не хотите просыпаться. Не хочет просыпаться. И вот он просто взбрасывает вас с кровати. И вот он просто взбрасывает вас с кровати. И вы просто... Он не даст вам спать, но он не даст вам спать. Это его работа. Он влезет, и он хочет, чтобы вас влезет. Вы не хотите много спать, и снова спать, но он тебя спрашивает, кричит на вас, «Пробуждайтесь, пробуждайтесь». Это Мастер. Он вывезет, и вы влезете, и вы влезете. Даже если вы влезете, то вы влезете, и вы влезете. «Я не хочу, я по-другому, очень хорошо спать». «Я хочу хорошую семью, хорошая девочка, хорошая девочка». Я хочу вот просто прекрасную жизнь с большим домом, со спутником. Но как только вы приходите к паре и приходите к Мастеру, мы все так хороши, и вдруг все это закончилось. Вы понимаете, что происходит? Очень часто происходит, что получается нового спутника. И как-то заканчивается все это. Некоторые люди, я скажу, имеют новую отношение, новая девушка, и они хотят, чтобы мой парень или девушка пришли к Мастеру. Я спросил, вы хотите, что ваша отношения будет права или нет? Мы хотим, чтобы мой парень или девушка пришли к Мастеру. И он говорит тогда, нет, я хочу, чтобы мой парень или девушка пришли к Мастеру. Я говорю так, лучше, чтобы он пришли к Мастеру. Не приводи его к Мастеру. Иначе все это закончится. Иначе все это закончится. Как они открываются. Some how going, somebody who needs to go on, they go on. Somebody who no need, to finish up. Breaking it. Кому это нужно, чтобы продолжилось, у них это продолжится, но там, где это необходимо, чтобы закончилось, это закончится. Потому что в этом вы засыпаете, больше сновидений, больше желаний приходят, больше сновидений приходят, и я это не поддерживаю. Я не поддерживаю ваш ум, не даю ему времени и какого-либо. И если вы хотите закончить свое эго-ум, то это лучшее место. А в любом случае, мир очень велик, вы можете наслаждаться. Окей, теперь мы закончим. И следующая неделя, 14 февраля, будет саньяс. В это вечером, 7 часов. Кто кто-то новых, кто-то поговорит саньяс, дайте иметь жайна. Кто-то саньяс, но нет мала, и нет иметь. Если у кого нет имен, то все равно саньяс. 14-го года саньяс, празднование. Кто-то, если осознанно хочет познать, кто я, 15-го года, празднование. День рождения, празднование. Немного в рождения, празднование, празднование, празднование. И в 15, 16 и 17 будут еще сатсанги. А потом все заканчивается. И я встретлю вас в 1 марта в Ришикеша. И вот там мы видим сатсанги. Кто в Индии, приезжайте к Ришикешу. И от 24 до 30 марта, мы получаем третий шаг. И кто хочет на третий шаг, я говорю, что они придут до 2 апреля. И вот те, кто на третий шаг, приезжайте до 2 апреля. Потому что на 2 апреля мы получаем огромное празднование. И вот три празднования происходят. День Рождения. День Просветления. День Просветления. Один день – это День Мастеров Гуру Пурмана. И четыре празднования происходят, когда Он покидает Своего. Это тоже очень прекрасный день. И в этот день тоже можно праздновать, но потом. С ним три, а после него четыре. Четыре празднования происходят. Но Он всегда славится. И в этот день, когда Он ходит к нему, просто возьмите несколько флайеров и поставьте их где-нибудь. Кто куда-то едет, возьмите с собой несколько флайеров и наклейте их где-нибудь. И вот тот, кто прочтет, тот сможет приехать туда. Пусть музыка на. Теперь мы идем к Мантра. И в этот день, когда он был в Казахстане, он был в Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok